Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал XGET пришел вопрос. Греховные мысли не наши. Почему тогда мы призваны исповедоваться в них? Где грань между принятой и непринятой мыслью? Учение о принятии прилогов, о сосложении с грехом разработано и изложено огромное количество святых отцов в русской традиции у первого очень подробного преподобного Нила Сорского, но фактически у любого можно встретить. Итак, помысл человека, когда появляется в его голове, и пока человек еще с ним не сосложился, грехом не является. Помысл по-гречески называется Прос Боле. Нам знакомый корень Боле — баллистика. То есть это буквально вброс сатана, пользуясь моими грехами прошлыми, тем, что я сам на них был согласен, как такой древний подвижник, ученик Антония Великого, А. Вайсай, говорит, что ты удивляешься, что сатана приходит к тебе со своими помыслами и предлагает тебе их. Он приходит как к старому другу на согретое место, потому что ты сам много раз их принимал. Но как только я понял, что они Богу не угодны противоречить его заповедям и его воле, я должен их отсечь. Вот если я их не отсек, если я заинтересовался мыслью, стал ее рассматривать, наступило сосложение, сочетание пленения в святоотеческой традиции, и потом грех произошел уже желанием, даже еще пока не произошел делом. Это уже грех. Разобраться в этом в себе иногда очень сложно. У Соломона в Библии есть потрясающие слова. «Помыслы человека — глубокие воды, но мудрый вычерпывает их». Мудрый, я напомню, в библейском лексиконе значит «праведник», а глупый значит «человек неправедный». Так вот, мудрый, то есть праведный человек всю жизнь, этот свой колодец глубокий, где на дне живут всякие гады и много всякой мусора, тины, вот он его вычерпывает и вычищает. То есть он внимательно это рассматривает, достает и рассматривает уже при свете божественных заповедей и вычищает то, что не должно. Пришла мысль, ты понял, что она плохая, она не от Бога, ты ее отсек, ты не согрешил, ты не виноват. Ты похож на человека, который, когда пошел дождь, открыл зонт и надел куртку. Ты остался сухой, ты не намок, но не в твоей власти, чтобы не шел дождь. Как говорит один из величайших святых преподобный Антоний Великий, он говорит, что нет ни одного человека, свободного от прихода помыслов. Ни одного. Это человек, который там 65 лет провел в пустыне, внимательно следя за каждой своей мыслью. Вот эта вот дождь, вот эта атака вражеская, она продолжается. Надо спокойно с этим бороться. Почему мы должны исповедоваться? Потому что Господь наш Иисус Христос нам в Нагорной проповеди показал, что грех бывает не только делом, как это рассматривалось в Ветхом Завете, но грех бывает движением души, которое начинается с принятия помысла. Он сказал, вы слышали, что сказано древним, не убей, а я тебе говорю, что всякий гневающийся напрасно уже согрешил или сказал какое-то оскорбительное слово другому человеку. То есть даже движение души еще до того, как сказал, уже является началом греха, который, если не остановить, закончится убийством. Движение души одно. Да, мера между этими грехами огромна, разница в мире этих грехов огромна, но это движение туда. Или слышали, что сказано древним, не прелюбодействуя. Я говорю, что всякий, кто посмотрел, уже прелюбодействовал в сердце своем. Поэтому Господь перед нами эту задачу поставил. Более того, Он, мне кажется, именно об этом сказал, что очисти внутренность твоего блюда, не украшай внешнее, очисть внутренность блюда, и тогда и внешне все твое будет чисто, имея в виду в очах Божьих. Вот очистить себя изнутри, очистить от этих помыслов, это очень тяжелая задача. Но как только человек начинает бороться с помыслами, говоря, это не мое, я не соизволяю, я не согласен, я не принимаю, он начинает постепенно различать, и вот это умение отсечения помыслов, которое является неизбежной составляющей духовной жизни, аскетической жизни каждого человека, вот, постепенно для него становится достаточно простым. Вот как открыть зонтик. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.